111 рублей. Спасибо огромное, джентльмены. В общем, ладно, давайте, наверное, переходить в конференцию, продолжать. Стрим уже в виде просто смотрения игры, такой расслабочный, потому что, честно говоря, попотел, попотел. Можно расслабиться. Всё, я здесь. Это хорошо. Твои ставки на пик. С Кентавром победили, ребята. Хотя, подожди, ты говоришь, что ультра хайс барабан сильнее, значит, барабан сильнее, он победит. По идее сильнее. Ну, нет, откровенно говоря, я считаю, что не очень сильные эти джентльмены на силах тьмы. Чисто по ситуации в игре. Там вивер загуливал. Ну, короче, они просто нас стратегически обыграли. Ну, и мы, кстати, начнём с того, что мы тоже не очень сильные. Не было такого, что там, типа, фулл концентрация у них, то, что там никто не загуливает, всё чётко исполняется. Больше такая хаотичная игра была. Поэтому, из этих тир-3 квал, эти ребята тир-4. Ну, а вдруг? Сейчас этих, потом следующий. Не, ну, всё может быть. Я же даже не знаю, как барабан играет его ребята. Типа, может быть, они такие же примерно, кто его знает. Я не удивлюсь, если они сейчас ещё под котла Урсевич доберут. Скопируют пик своих оппонентов с прошлой игры. У них был кентавр, и против него поставили котла Урсевич. Воздул Монолик, и Урса идёт грызть. Там была нормальная пиздловка, потому что постоянно земель остагивался, и они там два в два хитались. Типа, барабаны, видишь, команда, она быстро адаптируется. То есть, ты, например, берёшь какой-нибудь сетап героев, и, например, со Sky, например, и ходишь, постоянно какого-то одного героя убиваешь. Типа, больше двух раз, и ты не сработаешь на третий, и там будет пять героев ожидать. Венги у них. Ну, Венга Кор, скорее всего. Ну, да. Не, Венга сейчас, на самом деле, прикольный герой. Да блин, у неё, типа, слишком много этих атрибутов идёт дополнительно с левела. Да, у неё супер много просто. Она очень жирная. Да сейчас же все, типа, любой герой, он чуть больше получает, чем раньше. Типа, с баунтолсов всяких там и так далее. То есть, Венга на четвёртой позиции может вполне себе быть достаточно перспективным молодым человеком. Ну, жирным, по крайней мере. Раньше Венга свапает, кого-то взрывается нахер, а сейчас Венга кого-то свапает, может там пожить, что-то сделать. Не дай бог, какой-то блейдмейл нажать ещё. Ну да. У неё просто, типа, таланты, 25 скорость атаки, атрибуты, урон и допауэра на 20%. И просто ходит такая вот, с её приростами разъябывает. Кэрвин Гатта? Да. Да, ноль мэд. Ну, видишь, когда дилай 7 минут, там пытаться как-то общаться со зрителями. Тоже стату полный пиздец, как будто я в космосе, на станции. Ну, Кэрвин Гатта уже не заканчивает. И ждёте ответа, а его всё нет. Ну, она всё равно может, то есть, на 6 слотах там очень плотно хитается. Какого-нибудь Сларку, или Виверу, или Гулю, мне вообще насрать. Ну, ХЗ, Гулю она убьёт нас, на самом деле. Ну, Гулю тоже, он такой всенавоболивающий герой. Сларку пофиг. Ну, что, Сларка мало кто убивает, так-то, когда у него тоже есть слотов. Ну, опять же, типа, опять же, Сларк, это тот герой, который, ну, как УД, ему по-хорошему бы подраться до драки, где-то статов наворовать, и потом уже идти хуяриться. Соло кого-нибудь убить. Ну, да. Ну, то есть, на кого-нибудь напасть, или как УД сейчас, типа, делает, с Зайгер подпрыгиваешь, и на хюрень пайке. Раскидываешься, даёшь 4 тысячи. Пусть 16 интерактора, и вот начинаешь драться. Дед Энджел Ми, спасибо за подписку. Также спасибо Соник Тащи, Клаудс Дриммер. Соник Тащи, спасибо, ребят. Леонти вы всякие, поехали. Ну, два саппорта. О, Некрофозыч, два саппорта показано, Этихродет залетает. Не, вот эти вот, вот эти вот челиксы, по-моему, их три там в антике. Может, они не очень сильные, но, я так понял, у них сила вдруг... Они используют достаточно широкий пул. То есть тот же Абадон с Радиком в Рейс Кинг на 4 позиции, типа, в этой доте. Это всё же нормальные темы. Это может работать. Конечно, против какой-то сильной команды, которая знает, что делать в игре, конкретным пиком, которая, так сказать, очень хорошо использует слабости твои, то ни хрена не получится. А так, вот, типа, какие-то такие квалы заточить подобной мути этого супер-изи. Да можно дефолт пикать, то же самое делать. Просто играть хорошо. Это же всё, ну, выдумывать свою доту, зачем, всё же уже есть. А не, сейчас можно выдумывать, сейчас нет определённого дефолта, сейчас вообще, мне кажется, особенно... Не, понятное дело, на профессиональной сцене смысла мало очень, что-то пытаться такое пикать. Стоп, или чё я... Да, да, а вот конкретно на таких, на Тир-3 квалах, можно очень даже... Тем более БО-1. Да, можно вообще пикать там, чё угодно. Прокнуть можно вообще что угодно, абсолютно. Можно с утра эти китайцы, чай и хома отлетели, потому что, типа, их Мепарь просто развалил БО-1. Да. Ну, короче, сейчас... Сларк или Уросевичка не появится. Как мне кажется. Короли-то вообще не берут, кстати, взяли. Это мутит. Так, Некрадет суперсильный. И, по идее, против Барабанов там нормально зайдёт. Ну, он вообще пропал из дота. Сейчас вот суммарно может быть, что Венгарь, на самом деле, Сабр там будет. Типа, Некрофос сделает кору. Эти, кстати, Барабаны Вивер забанили. Правильно. Всё правильно делают. Ну, я поставил на нижних. Ну да, мне их пик тоже больше нравится. Собирайте, а ну, то есть, они кармабили... Ты палец Леона, то есть, что, ты прыгаешь с Ларком, но он от визисходности уходит, ты сверёшь-то палец, и, типа, идёшь в следующую игру. На страйк ещё какой-нибудь. Иксенкин. Он со страйк пошёл уже. На, нахуй. Помойки. Со страйк в помойку смотреть. То есть, всегда хотел это сказать. Сейчас мы будем смотреть, и такие, как мы могли проиграть. Боже, боже. Короче, смотрите, у вас сегодня все оппоненты вот такой вард ставили. Таде абсолютно. Как котел прибежал, только внизу. Где вот сейчас ларк проходит, вот там всегда ставил вард. На всех играх. Чисто, ну, ничего не блочит, просто что видеть. И снова идут руку нажимать. Ну, обычно же ставят ниже или левее, а этот раз сюда. Да, и вот смотри, короче, они, когда играют за дайер, вот ставят вард на пригорок слева от большого спота. Типа, ты его просто в центре не видишь, но он всё равно, типа, светит здесь, от дела ТП на вышку и так далее. За 40. Или забьют. Завили. Волоня, опять 3-плыв-харта, да? Угу. Акрестьяные. В этот раз у них Гарри Венга, да? Да, не, не, это Саппорт, он как Кокор Кентавр, я понимаю. Хотя хуев знает, может, Кентавр Саппорт. Саппорт с Башмаковым, он, типа, люрик. Ну да, но похоже на Саппорт. Это роуминг, да, он стал... Вообще, три ресторана. Сейчас обрет. Роуминг, Кентавр. Ну, посмотрим. Тут вопрос, на самом деле, о том, как Некрофос постоит. Типа, если ему там раз-два въедут, потому что я смотрю, уже котел там перетягивается, типа, там, быстрее запросить помощи и вот репл обосрется. Спасибо за донат. Андрей, меня попросили тебе знаешь, что передать? Чё-то там, трепожирный уёбок, там вот это вот сюда. Нет, 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 ты мой лев, я твой Муфаса. Спасибо. Блядь, вот такие вот, я не понимаю, почему-то он в тебе, как бы, ну да. Нет, ну, чтобы я тебе сказал. То, что ты мой лев? То есть я твой лев? Я твой Муфаса. Ты мой Муфаса? Да, да. Хорошо. Но Муфаса же ведь тоже лев. Да, ну и что? Гомосексуализм в дикой природе существует. Присутствует. Почему в дикой? Сразу вон голуби вполне себе домашние птицы и всё равно ебутся. Ну да. Львы тоже, между прочим, иногда не пренебрегают, так сказать. Серьёзно? Да. Ну я, по крайней мере, такой слышал. Но я не такой, сразу, блядь, говорю, я не такой лев. Муфаса, если ты там чё-то из этих, из тёпленьких, то, блядь, не надо. Ты идёшь, смотришь, ебать, и думаешь, ебать у него грива. Я бы, я не понял. Уводила, ну и вот поехала. Да. Я, может, львица просто злая, не даёт. Ну она без гривы, да, конечно. Сейчас чё-нибудь в другом поговорим. Давайте. О гиенах, может быть. У них самки с таким большим клитором, что он как пенис. И, типа, первое время думали, что, типа, что-то не так с этими гиенами, потому что, типа, не могли найти мужиков или не мужиков. Может, отдать её? Это точно пенис или вот эта вот, как это называется, вагинальная ткань? Я даже объясню, зачем она присутствует, если кто-то не знает. Чтобы во время родов, соответственно, при расширении влагалища... Ребята, вы здесь? Да, да, я записываю. Вот, чтобы во время родов при расширении влагалища, оно могло расшириться до таких размеров... Которые необходимые? Да, да, да. Незаконченная фраза получилась. Да, чтобы, так сказать, богатырь без проблем вылез. Вылетел, как из пушки. Кажется, надо ещё всё это было дело голосом Гроздова говорить. Типа, а сейчас? Чисто к вапашу, Сан-При, расскажут. С вторым даггером приходит Сан-Кингун, ня-ня. Анимашники-то ебаш, смотрите. Ебаш? Смотри, они вообще нормально по всем линиям проходили. Смотри, может, Кентауэр, но... Сиданер. Жёстко. Это что, это Ромин, Кентауэр от анимешников? Ромин, Кентауэр, да, и... Обратите внимание, он реально батя. Он просто без ретё... Ну, ретёрник, конечно, не нужен, без ничего. Просто ботинок взял и пошёл, типа... Прикинулся с лордаром. Блин, хочется есть. Пока... После всех этих разговоров... Да, чё-то захотелось покушать сразу. Это нормально. Как же они... Так, просто по всей карте ходят это вот. Может, какого-то варда не хватает, я охуе не знаю. Потому что они даже без мака, они просто ходят. Вот взяли тапки и просто идут. Не, ну, тут у них не тимбер, а сларк на лёгкой. Может, есть шанс? Ну, деда, наверху проблемы. Всё, минус. Да, ладно. Часть тварка походила, опять и едут. Я смотрю, там кентавры уже просто в туза заходит. О, лол, станд в станд, всё, репорт. Они так проебались. Хотя он всё равно кровью скинул. Тип, кентар надавал после крови его застанет. Ну, типа тяжело, там, сларк тоже с тапком размансует. А, ну, секунду куришь, тебя вышлю, разъебёт. Быстро надо было. О, сверху попытка убийства не крали, это промах. Помойка-3 живёт. Ома. Промах в помойку? Да. Это идеальный ник, на самом деле. Я бы хотел, чтобы парень с ником помойка просто попал в продоту и играл. Все матчи ты вот играешь, типа, там, Liquid против OG и типа, вот, помойка на инвокере. Это же просто офигенно. И потом, знаешь, вот, какой-нибудь фанат посмотрит на его игру и захочет себе сделать ник, на самом деле, вот, как в Китае. Тип, помойка, например, 2, помойка, 3, помойка, 4, и тоже пробивается в продоту и матч, где помойка против помойки. И все на полном серьезе это обсуждают, рассказывают. Может, у него был бы ник по-русски, помойка или по-китайски? Ну, нет, ну, можно, ну, в смысле, ну, то есть, помойка, вот, ну, трасслит, например. Что-то, чтобы зарубежные тоже, типа, помойка. Помойка. К тому же, ну, две команды, у всех, ники, помойка. Помойка, один, два, три, четыре, пять, а там, шесть, семь, восемь, девять, они пиздрятся. Комментаторы просто в шоке. Выходы, неплохо, неплохо. Снеза опять заходит. Боже, мне так жалко. Леон, беги, нет, Леон, не туда, проезжай танку, беги. Слишком милен, 290, это вообще не скоро. Уеон, он все четко сделал, но все равно наказали. Ну, венге фрагу. Броско. А Кашка, Сла, Сла, Сла. А зачем Акашка? У нее, кстати, есть ульта, она могла пытаться сделать. О, Сла. Сла уже в лицо, талончик, нормально. Я здесь, джентльмены. Вот, когда после душа говорят с лёгким паром, а что говорить, когда человек уже поел? Вот, непонятно. Когда человек уже поел, что ему говорить? Да. Да, да. То есть, ну, типа, ты грязный, говорят, иди помойся, помойся с лёгким паром. Ты голодный, тебе говорят, приятного аппетита. Что говорить? Когда человек справился. Ну, мама говорила, молодец, всё скушал. Можно так же говорить. Я тут, если что, всё скушал тоже. Молодец, Андрей. И вот так она говорит. Блин, как же венган накидывает сларку, это вообще жесть. Просто 100 дэмэджа. Не, я говорю, эти парни, я там говорил, что скиланыч, туда-сюда, там загулы. Но стратежки мне нравятся. Так сказать, их... Подписываем. Подписываем, да? Их рискованность. Их яйца. Их яйца. Бля, Лерик на роуминге, извините. Не каждый день такое видишь. Кентавер на роуминге очень много. Да. Правда, непонятно, как он будет айтемы выфармить. Потому что по-хорошему ему нужно через худ играть, чтобы фармить быстро. Но если он сделает худ, то это очень поздний даггер. А если он не сделает худ, то фармить будет тяжко, по идее. Поэтому не факт, что у него много будет. Он просто купит блинк и будет... Он, наверное, купит блинк и будет такой. Хотя вот, например, в рейс кинге он не обломался. Он просто пошел фармить в определенный момент. Стоял, бил крипов, кайфовал. Все было норм. Просто смотри, что можно прожать худ и дать дабл эдж без урона. Да, конечно. Блин, вот он решил сейчас побить крипов. Вот уже наказали. Видишь, что он не на Леорике играет. Как бы да, это не Леорик, поц. Так, если подумать, инвокер на 25-ом берет себе минусы к торнадо. Берет актарин. И, по идее, может выдать торнадо. И по приземлению еще одно торнадо, если у него будет баф хатла висеть. Вараки лупят, да? Ну, например, то есть имеется ввиду, что ты можешь... А если инвокер, который будет просто держать тебя в воздухе, получается 6 секунд. Вот, хотел бы заметить такую вещь, что если у Котл по таймингам даст чакру, то по приземлению второго торнадо инвокер может быть третья торнадо. Ну, возможно. Да, все жестко. Получается, что может еще 9 секунд? Ну, да. За это время можно трон сломать. А можно не сломать. Тут дают инфу, я, правда, еще пока я не проверял, что от Фена минус состав. Да ладно, они так расстроились, что они прошли квалы. Походу. Ну, смотри, химу позвали. Ну, я допускаю, что, скорее, они, типа, не потеряли слот, а просто, типа, спонсоры меняют. Как я понял. Нормально, так, типа, инвайт получили, так... И минус состав. Не очень. Тут, кстати, Санкинг, смотрите, сразу с даггера играет. Тебе как еще надо? Через худ? Ну, через худ, как мужик. Не, ну, в этой игре, наверное, и... Хотя, ну, блин, тут худ тоже круто заходит очень. Вообще, худ для Санкинга он больше, чтобы длиннее овнить нужен. Ну, даггер под инвокера, это супер мастхэв. Это сейчас у них очень сильная комба будет. Реально, таким пренебрегать нельзя. Никаких худов. Ну, смотри, они, кстати, круто делают то, что вот выделяют линию, он стоит просто фармит. Взяли героя, которому нужны артефакты, он делает дело в начале игры, потом стоит, и вся команда чуть-чуть помогает. Да, еще на самом деле есть такой момент, что в этой игре у команды Radiant есть Сларк. Это, в принципе, лучший герой в доте, наверное, на данный момент, один из лучших. И у врагов нету ничего, что его контрит. А таких героев, опять же, немного. Там какой-нибудь, не знаю, аппарат или еще какая-то такая хрень. Вот, так что, не знаю. По-моему, просто с течением времени выиграют здесь барабаны. Ну, героя просто попроще. Прыгнул, убил Сларка. Да, да, да. А этим надо все круто сделать. Врагу нужно как-то исполнять, чтобы попытаться Сларка убить. Тут же все очень сложно. А ты не убил Сларка, уже скиллы потратил. Тебя в замесе выиграли. Убил, молодец. Попробуй еще раз потом. Вот так, замес, замес, замес. Они все потратили. Санстрайки под инвокер. О, смотри, как я откинул. Да, даже древние Громозавры помогают. Громозавр и два Горхозавра. Кто вообще это переводил? Я не знаю. Перевели круто, мне нравится. Я раньше все в дерьме было. Типа перевод русский. А сейчас, мне кажется, норм уже. Не, ну медведем-онкрушитель хуйня. Чего стоит только один медведем-онкрушитель? Да главное, что переводили с чувством юмора. Потому что если бы переводили бы, как-то пытались на русский лад, все это переводить адекватно, то был бы полный бред. Это же игра, правильно? Можно оставить и в ней. Я, конечно, не геологически заканчивал, но вот я смотрю, вот есть глиняный голем, есть древний каменный голем и древний гранитный голем. И вот, если честно, разница между каменным и гранитным я вообще никого не вижу. Кроме высоты. Ну, гранит, это камень, бла-бла. Ну, звучит так. Это как дубовый и деревянный, да? Типа второй, да, то есть. Мне неправильно. Опять лежание вы теперь в другую сторону тебя разъебывает. Да, все друг другу ебут. Отличная игра. Все, поплыли, поплыли, анимешники. Ааа, ульта хорошая, каша врывается, сларк, дохнет. Он все то, что сдохнет, без льты. Так, давай, давай, ты кулю ему две, давай, скинь. Нет, все, Рубик, ты умер. А, нет, шучу. На, на. Красиво. Ну все, сейчас кентусик, если берет себе худ, то он чемпион этой игры. Если нет, то он в сторону чемпион, потому что это кентавр. Чем? Синты пошли драться. Они убили Некролита. Ну, захотелось славного пиздолого, нормальное состояние человека. У сларка нет еще шадоу блейда. Не, ну да, нормальные тайминги, типа, у сларка 500 голды до шадоу блейда. Пойдем-ка мы во вражеский лес, что-то вот прям, вот, что-то не надо, что-то чувствую, вот сейчас. Здесь и сейчас. Убьем вообще не будет что-то плейд. Да. Лол, смотрите, он взял демож, он не взял вампиризм. Через 40 минут он об этом пожалеет. Так нет, знаешь, когда надо вампиризм брать, я с ластом это обсуждал, когда против тебя есть акс, есть блэдмейлы, когда есть легионка, вот там вампиризм нужен. Ну или, когда ты прям чувствуешь, что игра затянется, ты ее выиграешь только минуте на 90 или на 70. Да, да. Там нужно выпить. А во всех остальных случаях дамаг выкишь. Да. Ну а здесь? Да. Здесь дамаг, мне кажется. Опа, рафля, ну подъезжаешь. Ну хотя, слушай, там есть кентавр. Так, спасибо. Так, я кстати пока проверю, что там у этого, у Вовы боль. Он же играет, да? Там, да, против каких-то 7 качеликов тоже у них зарубан. Давай. Давай. Так, на ком играет черный Вован? С кем? Драма, Ник, Санха, что-то играет, Мортир, Феррфляй. Не, я не знаю таких. Шаду, Демон, Бам, ну что, приехал. Пока. Ой-ой-ой. Вован забайтил. На, нах, первый, второй, третий как бы. Все, Вован выиграл, ничего интересного. Не, я лучше за этими мальчиками буду смотреть, которые нас разъебали. Они слишком хороши. Угу. Ты тут видишь в них себя, да? Блядь, я что-то не только сделал. Я тут молодой дрованя. Разъебывает, агрессия. Да. Ну там сейчас блин купит. Таааак. Ну вот, Кентавр сейчас бежал мимо Шрайна. Мог его поражать. Так, меньше б на базе сидел. Дурак. Да не, Шрайны в этой игре это настолько охренительная штука. Просто вообще... Ничего не могу сказать. Ты стоишь на оффлейне. Получаешь по лицу. У тебя лоу хп, тебе не нужно бежать на базу. Ты просто бежишь на Шрайн и возвращаешься. Такая жесть. Правда, это можно сделать один раз вначале. Жаль нельзя. На базе. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть отпил и побежал. Ну да. Я, в принципе, когда стоял, я ни разу, по-моему, до базы не ходил. Точно. Если курьер на базе стоял, типа, просто чуть-чуть ближе, ты экономишь себе время достаточно неплохо. На том, чтобы вернуться на линию. Я недавно играл против человека, который параллельно к этому еще и ботал обузил курьером. Его было просто не взять. Угу. Никогда не начались хп. Найс. Ну и теперь удачно покушать котла. Да. Ну да. Что они, наверное, сейчас просто убьют. Ну да. Так. Ну, все равно, на самом деле, пачку он убил... А, нет, пачку он не убил. Тауэр. Слово. Я не верю в такого героя, как Акаши в текущей мете. Она может ебашить всех, ебашить. Вот и в какой-то момент она просто со стана умрет. Ну, у нее на 25 левеле 70% вампиризму. Это, на самом деле, жестко. Но это было очень жестко, когда с этим стакался Блэдмейл. Вот он сейчас, допустим, Блэдмейл сделал, но на 25 левеле он не будет работать. Потому что он включал Блэдмейл и становился неуязвим. Это не очень нормально было. Думаю, дефолт на арчит бы заехал, круто. Вейл. Вейл? Ну, он почему какой-то хуйнин покупал? Лол. Да не, почему? Нет, это все нормально. Вполне. Блэдмейл дает урон, дает армор, инту. Дэмэджа хорошо вообще наваливает. Сама обилка очень хорошая. На тебя сларкает. Если что-то Блэдмейл нападаешь, тебе так насрать вообще на него. Он сам убежит первый. Проблема в том, что это очень дешевые слоты. Да, это есть такое. Ну, они или игра заканчивает рано, или им пиздец. Так, а сейчас же дот такая, потому что постоянно много всяких драк и так далее. И потом он что-то продаст, потом еще продаст и что-то купит. Ну да. Вот странно, что... Ой, наверху, наверху. Падение на гентавру, но ему га было. Что-то там сларк подымается потихонечку. Ну все, эхо саблин появится. Игра, наверное, хоть немного начнется. Хотя, там с руки уже много за счет венги. Дэмэджа. Короче, перефарм большой пока что. А, нет, стоп. Я, кажется, всех обманул. Перефарма вообще нет никакого. Ладно, все, забейте. Я не умею в аналитику. Я зато могу сказать в поэ то, что дуэлист мы реально разъёбывает. У нас у меня на 3-2 против и 4-й. Вот в лодка по 4-й будешь просто в машине для убийства всего. Да, там очень сильный буст. Четвертый может взять этой какой-то ландшот на Т-16 картах или от рефлектора. Ну, в рефлектор я не буду ходить. Кликните на венгу. Хьюри Кейн Пайк. Ну да, это чуть-чуть не нравится-то. Как бы это золь. Ну, все правильно. То есть я еще бы делаю всегда. Это важно для этого героя. Нет, потому что он хотел одну купить. Он передумал. Надо заканчивать. Ну, да. Блин, венга. Посмотрите, у него на самом деле не так много. Но от 13 левел 1500 хп уже. Драгонлендс и акула. 2,6 прироста. То есть она получает примерно 52 хп за левел. Пиздец. Да. Это много. Получает твое дело 40-60, но вот капает-то много. На 25 левел там еще жесткая штука. 20% урона от ауры. Да и в принципе, ну в этой игре-то конечно нет. Не будет он брать вот эту проходит сквозь иммунитет к магии. Но в принципе, в теории, против какого-нибудь найкса это может быть настолько жестко. Даже не предназначь, а просто, ну допустим, у братьяника есть какие-то герои, которые там постоянно вас припушат или типа того, и вот просто бкб тэпаут или бутинка тэпаут. Да-да-да. Эти пухтя не хватает сбить, потому что есть еще некий сфера и ты типа слабо не можешь сделать, а тут идешь просто тыц-стыц-стыц. Мне кажется, это легчайше для Сларка. Но он должен это сделать, у него много уже есть. Нападай, блядь, ты же мужик, ты же мужчина. А, уже прыгать хотел. Да-да-да, уже все там уже нажал. Короче, они хорошо, кабинет инвокер со Сларком типа Сларк бегает, скаутит, знаешь, что вы тут невидные и под Санстрек начинают играть сделать. Да, это еще Скорпион довольно мобильный. И котел вот это вот, постоянный релокейт. Блядь, что вас пиздец. Да. Некролайт купил Доминатор. С даггером. Мне не нравится. Ну ладно. Тебе нравится? Не, я даже не понял, чему ты честно говоря. Отлегся на чай. Некролайт, нажми на Некрофуса. Сейчас я глоток делал. Служающего чая. Так, Доминатор? Угу. Грифсы тут нам лучше подошли. Они пушат там, прокасты мигали он. Не, Грифсы не согласен. Типа его тоже можно понять. Смотри, он бегает с волком. У них типа дэмэдж с руки большой. Но проблема в том, что они товара не бьют. Надо пойти хотя бы Рошана побить с таким дэмэджем. Реализовать его как-то. И вот та самая ситуация, когда Кентавр с даггером вроде все хорошо. Но ты ж беден. У тебя может быть он сейчас худ сделает. Начнет фермить. Так. Попался, папка. Офигенно ульта не играли. Мое такое, мое. Играет на КД, а не на победу. Бам. Видали? Самстрайк. Да, но в этот раз не в помойку. Да в помойку нет смысла давать. Он отхилится. Кстати, как быть? То есть игроку написано помойка, но он типа вон. Ничего себе. Но план был хорош. И сейчас всех стену, они будут его искать. Секундочку. Поставить. Мастера игры же вроде как сначала торнат дают в таких ситуациях. Почему бы ему нельзя было сделать так же? Допустим мана кончалась. Может быть какой-нибудь этот самый. Я тоже. Я тоже буду промотать. Смотри, мне кажется, маны просто хватало на трекастах. Полноценных. Чтобы потом идти еще. Да нет, похоже, что у него венгар очень много. Торнадо. Ну тут он отдал, но у него торнадо в КД было. Ай-яй-яй. Че муть это венгар очень красава. Круто. Састрек, састрек, састрек. Састрек, састрек. Удал, нет? Типа не только что китовры уберем. Типа не только что китовры уберем. Не знаю, короче, имею в виду. Параши хочешь в пое? Да, 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 конечно. Но я вижу тут резон, только смотреть за Сларком. Остальное не очень интересно, потому что игра не закончится раньше, чем он нафармит, по идее. Если только инвокер всех не убьет. Причем я тоже сомневаюсь достаточно сильно. А эти гении вообще вроде как не особо планируют игру заканчивать. Их против котла такой возможности нету. Поэтому смотрим за Сларком. Представляем себя на его... Ты можешь перспектив поставить. Я так и сделал. Поудобнее лег. Ой, вот это вот совсем лишнее. Они же контент портят. Это ошибка. Вот девич. То есть они наконец-то все полчаса уведомляют. А также разумная. Это ошибка. Особо. Но не так. Если нет, вот это просто все, которое я хочу сделаем. Их против. Я не знаю. Они же помню. Тема. Слепо. Они-то же ск Seth Jonak. Они тоже, которые люди тоже им даже не были. тебе кстати деловой вопрос посмотри есть но тебе языки на наш понять они все разные есть очень такие интересные слова мне в самых разных языках то есть допустим слова без твои чувства когда допустим ты вовремя пришел на встречу оправдал типа твоя половинка вовремя не перешла и так далее типа это чувство досады и горечь который ты испытываешь вот как как бы ты одним словом на русском языке описал ситуацию в которой ты хочешь запушить на там котел без мата можно сматывать то есть какой красивый это одно слово прямо тогда в пизду лично ли вы блокнотик это шедевр ты прям хочешь запушить этот волна это такой отличное чувство похоже на правда чем у тебя то жестко развороть хоть же драться давай драться вместо золи боковой взяла и все вот акаши акаши смотрим послушайте тут на работу ведь его видно это уже переложил слушая а хотя ладно будет странный вопрос как создать в курсе комнату это же директор курс как может не знать я думаю там все просто а может и нет вон есть опрос какой то так вероятно в настройках очень интересная игра просто я подожду минут десять-пятнадцать потом переключились наверно к ней на самом деле интересная игра антон андрей ну блин тут вон они дрожь на забивают просто уже могут выиграть это я да да интересно так события журнал стрелок блин я заражено грамм хуя вина вообще с папой что нереально творить вот создание голосового канала отлично ну слышно самом деле час линга если но не тупая соберет еще один был они выигрывают она бабка делает хотя бы кого-нибудь шансы будет вам до свидания жестко ей это вообще мне кажется конечная капу может и не конечно в целом подыма напишу что это было просто охуенно это было просто охуенно где он у меня это можно прям в этот отправлять я прям пошел и отписался что он охуенный так ладно игра да очень интересно у нас здесь сларк чё у него бкб делать и фуза подряд адрес от отмотай драку на рошана зачем там охутительно было да а за кем смотреть за его тиран пример там что-то уже краски внимания то вариант манер он прошло игре тоже кричал против нас эмоции эмоции опущу через ию господи пошел у тебя взорвать не даже ничего удивительного всех зачем инвокер будет потому что него стандартный аккаунт типа на дорогом обычно играет такой игру я думаете можно вообще не спрашивать с ними ничуть купил и просто надо радоваться да ништяк хороший рассказ блин ради этого я мышкой двигал страйк попутай видел потом потом посмотри мне все как все давайте смотреть за настоящим это же лайф как можно как можно так неуважительно относиться командам и вот это вот перематывать что-то настоящая игра идет данный момент абсолютно прав на момент там был крутой коще сарку бьют а теперь сларку бьет вот тоже нормально прокаст ты не мне гриус ларк на 1 ферме то не выиграют не раньше не позже ну или инвокер все-таки выиграет соло ну пока что не похоже что инвокер выиграет соло потому что реально он как-то не очень уверенно кнопочки там выкидывает свои магии так сказать процент попадания не такой большой опа чё бунтуем dragon tower они бухают потихоньку а вы хотите момент хорошо хорошо да я понял я понял все смотрит момент а минуту примерно можете сказать я вот нарушил время скажу что эти секунды даже скажу смотрите резается значительный блок минуты ровно вот примерно вот одна тая 28 сято смотри я вот смотрю но пока он заебись прям реально мутер запрыгнул в лес там тусит кайфует внезапно наверх такой оп раскастик хорошо четвертая магия без падения забирает гем хорошо а вот здесь хорошо 29 но кирпич кирпич хороший заехал торнадо и да 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 батя в здании реально батя в здании сосать еще написал красава красава кибер спортсмен да никак не каждый день у тебя так получается не но он реально хорошо здесь сделал он там даже чат пишет что он должен играть в кабу вместо санты оба оба смотрите а теперь тебе не так нравится а теперь кентавр собирает сразу аганим себе на это понятно все конечно я рассчитывал на такого большого толстого уверенного все кентавра да ну нет короче я не знаю ну хотя ему что ему фармить фарм то не резиновый на карте правильно у него бы не хватило бы скорее всего не на прокасов не самый такой удачный так я не подъехал да аганим меняет дел но может сейчас хотя бы худец ну чё ну чё это кентавра фаршер собирает мана хватает на все без шивы какой-нибудь ну или без этого без лотоса рекол рекол найс да такой связь на базу и его основывать ты конечно к себе продолжит висели по линиям скажу живет ну давай начисто нерешительный сларк типа его широк бы на самом деле но вообще то да просто дела чуть не хватает а почему у него бля как же его разъябывает просто с руки почему мне показывают то что у него 8 зарядов игл сонга мне помню дота сломалась надо перезайти срочно да это просто откатываться просто перезайти отдыхает там просто да интересно посмотреть на артефакты венги еще почему так разъябывает сильно бабочка и статы и вот это вот все те самые типа толстый билд в жизни толстый билд в игре в поэп тоже нет в поэй не очень толстый билд ну короче дуэлист ну круто сделал что зоне собрал а сделал бкб ну вообще да толстый ты прав я ушел влево на этого мародера к темплару там за уезжим поездаю но увлекаться сильно не буду еще там у рейнджера чем-нибудь возьму и поясяку вообще разламывать хотя да я возьму все карты буду же так винга чего винги бабочка не ну вот это да поясяка на самом деле она реально очень жесткая еще плюс 65 урону если она сейчас 25 возьмет еще вот эти вот 20 процентов плюс статы от левела короче от псих просто разъябывает сларка вот так в соляру да ну блин а чё за диффузал он собрал что дурак что совсем некрофозу диспелить не ну ахуительно ну лучше наверное взять артефакты чё я не слышал я рейджал ну линку сбивать котлу у них это не его задача его задача быть достаточно плотным чтобы не отлетать от венги его задача это сделать себе бабочку вместо этих диффузов которые стоят немногим дороже а так просто челикс в драке не может с вингой совладать ну понятное дело мне там статов было немного но блять бабочка как бы и статов тебе больше помогает на ферме в общем ггвп я очень сильно расстроен он сейчас этим этим билдом за руинит катку не одобряешь такую хуйню да нет полная хуйня не то чтобы нет не одобряю или сомневаюсь в этом я просто на сто процентов уверен что он сейчас этим билда просто катку руинит потому что у врага по сути своей какой-то ультимативной контры сларка нету все что нужно это быть достаточно большим плотным сильным статы удары и так далее ну к сожалению диффуза не дают эту возможность ему поэтому плохо скоттл сделает то самое а чё гем не надо не внимательно венга дрова не венга там но венга от реально а кстати они свой гем задонатили пришли венга у меня тоже немножко я понимаю этого у них тиммейте на базе еще летят зачем там это им нужно вообще то хорошо сларка выжил типа статов набрал немного но там реально как-то скудновато взял все бы на самом деле не дать венга от получить после 3d города будет страница рошан рошан боится это венгу это я это псих вивер с прошлой игры это чё я сказать еще хотел что-то очень важно и интересно как обычно а вот вот этот мув такой типа убить кентавр под вражеским т2 это типа очень не нет это неожиданно мол так сказать изъебнулись но это совсем лишнее это не нужно это не нужно абсолютно просто идите лучше убейте несколько стаков крипов они вон родились или скоро родятся ну короче шило в одном месте просто ничего больше да ну да конечно в принципе блин хотел сказать то что ее можно попробовать игнорить теоретически ее можно пробовать игнорить но это сделать очень сложно то что у нее есть свап стан конечно я не ну тоже присутствует как бы за стан она может хорошо очень накидать кому-то но в принципе это дело можно задоджить а вот свап когда она свапает вражеского героя и на становится в позицию идеальную просто для нее то это вот реально тяжело но сейчас дэмошу не просто джентльмены 400 400 с руки 160 ловкости не она еще получили уроне плюс прибавку каури до прибавку каури божечки 2 торн поставил сгибай хотя кстати на тапах не гордонят на что-нибудь там трава ланера нужно будет смысл патышка делать особо нету извести раньше можно патышку нельзя чистый радио так спиды ну в целом до целом я согласен патышки на ранней стадии много бы дала очень часто понятное дело смысла уже нету так а инвокер все хек сделать ну видимо в этой игре мы доживем до хексов до рефрешером по рефрешеров так далее но вот пауза опять и не контент руинит ебаный в рот 0 сларк вот если он опять же выйдет там мкб башер рефрешер и так далее он что-то он разъебет их если они запушить теперь на месте потянут и так далее то есть не будет убирать и не будет что-то сделать и так далее в какой-то момент он берет 300 сил и просто выиграет трестовкость так а кстати кого паша же еще сейчас подрастет 25 станет шеду стройку давно в секунду все-таки березу на секунду да и ты можешь 40 актере на тебя будет куда он 075 ты просто тыс 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 как пулемет хуяришь нашу лево на справа да где-то выдавали на это выглядит еще ты можешь позвать этого самого урокова с агонимом и актарином тоже с таким же куда она начать 30 все все хуярит и мечики почему тускар не берут в каждой игре кажется это все не он и ровно малыновой такой зале герой на на уровне типа как верка надо меня заранее полезными придали заходит на побеждает мне кажется у него очень много полезных функций и сейвит и замедляет тусик кстати вот этот этим билд кентавра я вообще полностью одобряю да просто даггер гоним рефрешер все просто ничего не нужно то суппорт где даже в принципе ворваться в замес и станет не обязательно а два ульта на который кстати сколько длятся секунды 4 по-моему до 4 секунды ну в принципе конечно не так много но уменьшение урона на всю команду 60 процентов это ненормально в глобала у е у оба дона еще можно понять там нужно быть близко не очень близко но близко ничего себе это дэмэдж ох ебать и почему видно ничего делать в такой ситуации бак какая-то так не должно быть почему видно на я пожертвую тобой и музыка и статаника так ладно смотрим сларк мкб теперь блять ну ебаный в рот ну просто нечего больше сказать ну ебаный в рот ну что ты делаешь хотя часто понятно в то дерьмо которую он себя загнал этими диффузами там уже нужно что-то придумывать но ебаный в рот тут винги мне кажется уже по статам такой будет перефарм относительно сларка то что может пробовать реально других сначала убивать ребят но есть 25 xp осталось найти и это будет просто тотал разъебчинка я не знаю почему на сларке нет у тебя башера почему на сларке нету обисела просто обисел искали например нет бабочка бабочка обисел что с ним будет делать это уже как бы вин винги задачи иметь мкб у него кстати есть в общем недоволен сларк здесь должен был соляру заливать в этой игре но что-то он помню заливает пока что непонятно герои нереально имбовый может быть и с этими артефактами пропрет ну-ка давай винга бери талант будь мужчиной он думает о вот это в урон вот это я понимаю просто 478 она на нахуй на нахуй где этот сларк можно я отмотаю чисто посмотреть на сларка с диффузами взять клинком на нахуй на нахуй класс катка закрыл уже посмотрите так могу на дела и лет или последняя следующая то есть одно одно из двух щас теперь смотреть на тавер просто квинтэссенция боли в этих камнях ух ты вот это все нормально леончик нормально было ой сларк бэбэк нажал нормально ёбаный ворот я не знаю просто заруинил тукатку возможно я очень не терпим так сказать но по-моему у них было все для того чтобы выиграть он просто взял да заруинил ее конечно не проиграли они проиграли но если они проиграют то это он если они выиграют то это возможно тоже вот сделает но пока он обратное делает ну все и взять это как вот урсы ульт нажал тут кентавр и все 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 урсы сразу на конечно дичь ой 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 вот это как же это было неудачно вот винга ну-ка ну-ка бей кого-нибудь сенкинг аааа рефрешек рефрешек бам хорошо ежевите 15 статов он набрал уже неплохо конечно за такой замес где его не вкусили мне кажется хотя нет он был коротким 15 статов это хорошо в кирзагем пошел кстати я вот конечно не эксперт но по-моему в этой ситуации он и последний талант напрасно сделал таким в торнадо нет сларк я же это самое до сладко основательно дебался можно продолжать делать делать ну все за бкб ну пока по коротке если убрать даже моменту что все с бкб у него в игре ситуация такая что его венга вражеской убивает за четыре удара в идеале иметь какой-то хп в идеале умирать за шесть ударов например ну мне кажется сам просто вариант это собрать ваша чтобы когда она бьет тебя а ты бишь ее ты ее продолжал бить она тебя нет да это идеально потому что механика работы баша такова что герой перестает на кажется две секунды теряет возможность что-либо делать в это время можно его бить и брать еще больше статов вот а также получить вероятность еще раз это сделать даже несмотря на то что у нее есть вот эта вот штука бабочка я не знаю почему не собирается башер на сларке но не здесь просто вопросы которые оставляют ну точнее вещи которые оставляют после очень много вопросов ну ладно я наверно объясню это просто так что все-таки там major квалификации ребята нервничают волнуются и так далее пускай скай так а может быть он прав а я нет потому что я тупой лс такое тоже возможно договаривай там такая есть и сыр опять хочется хочется опять доебаться до сларка на самом деле соедисом сейчас я надо было выложить они они соблю не она сейчас представляете 10 тысяч на творце у него просто сейчас 10 тысяч на творце в инвентаре и батюшу так долго то было в общем-то ну все равно разваливаю это развивают ну да мкб что есть для 1004 в каверне сюда иди а вот и пауз длинный боже какой же я тупой как я просто не понимал таких вещей очевидных барабан так сморо бон причем сейчас этому тоже пауза молодому человеку на нахуй даже долгий ну конечно конечно считаю что проиграл и рукава которая поздала хексу в этой этого фаржа с вначале драки и поэтому локер дал весь в рассказках и только хотел длительность привязки 6 5 это конечно звучит реально очень перспективно а если рубик сворует этот паунс он будет хорошим или нет думаю что нет теперь кстати возможности собор обратно сабли поставить кстати крутой очень 0 когда маленький минус аегис минус статы как бы все пока то что ты теряет это вообще не очень здорово а инвокер а какое продолжение даже сами не ожидали бум от себя такого вот паунтик паунтик сейчас смотрите переждет паунс до диффуза сверху дал потому что тоже они у него есть и этому нахуй на блядь диффуза тебе да вот это готов сейчас реакции такая ребят вы где а уже со стаками так ты на самом деле сейчас диффуза и прыгнуть прям венгу убить сразу может прыгнуть с паунса потом прыгнуть еще раз поедло не нажала штука xd слаб красиво есть еще один на плате есть еще ой кентавр станет не может нажать свою кнопку блядскую и не сможет у нее закончилась мана ебать это провал не все не будет и у него рефрешер был вы про сларка нет про кентавра а когда сларка запиздили 4 момента еще не увидел как тобой тобой винга ну что ж ты куда он у бабочки куда он бабочек а еще 100 секунд в таверне урона меньше на 56 процентов обращу внимание у котла в данный момент да он не очень эффективный пушер после этого блять подожди а этот но он все равно стоит и бьет инвокер ауру дает чисто 56 он реально не прав вот сейчас он дает ауру инвокеру просто на оп 300 демоджа ваши забирайте возьмите обратно пожалуйста блин прикольные такие числа не венга жесткая жесткая венга даже хотим чтобы попали на коз квалы после этого но не одна слабая они дадут себе и прикинет они вот эти слабые ты просто вот на пиках что-то такой вот это странный надеюсь это движение просто войдут и развалят не возможно к вам не такое такое может быть определенным они реально слабоваты по моему скила ночью себе я к тому колью что они будут могут носить у кого-то типа довольно сильно вопрос отжать карты нам братья эти очки кто-то его не выйдет к новой и могут могут но это типа только в том случае если они реально каждую игру будут что-то исполнять там интересно всякие абаддоны вот эти вот легкой да нормально но я не могу сказать то что я там чип чип сильно у него на линии выиграл у него все таки есть плюс то что ты его кусаешь разочек потом он кидает на себя щит и начинает там идти и тебя ебурить ну да он по хп разменивается здорово за счет щита да это минус для скилкинггм ты мне надо усопнуть тебе вниз мне наверху ну да он просто ничего не делает беззубый тигр не подождите тигр может лапы все равно бить беззубый знаете кто беззубая пиранья вот так отлично бобер беззубый бобер а он хвостом может может бреда андатра кстати вот этот вот сан санкинговый талант на 50 на 25 левеле он просто заставляет улыбаться во весь рот блять 50 хп регена в секунду он сейчас шириной . тоже неплохо звучит слоту сорву ну да наверно что у него все 2000 хп и очень просто его ее просто убивают нет ситуации как с алхимиком когда ты бьешь а он живет еще здесь просто уже до святого тебя любой быстро не кстати ты зря так вот следим за санкинггом логин товар на самодки товар 2 тура не читай кентавр и вафрике кентавр это был бэст герой заметь герой а санкингтаре гениться вот вопрос если у них мираклы сможет ли кто-то там сейчас это вот 6 там 8 слотов разъебывать ой посмотрим как у вовки там дела драма смотрит игру к нам не зашел значит возможно там все где ноги скорпион ломающая сторона есть видимо не хочет его делать байтит боится что может не потянут раздрах пошла выпусти нечего дракона убить и все регенец регенец а дурак ебать а чё подкапывать не надо субоков давай 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 блять вау дтп на ну вероятно и что он был более среди отлетел отлетел фу пребал лох не ну тут он вероятно просто не видел нет но но визионы так что он вывел на этих Макаша Блудторн может купить продав юлечка, ванть его. Хотя, аметьте, что доедалось уже вообще никто не собирает. Ну, надо крит мультиплер повышать, слишком мало дает. Сейчас замена доедалось хорошая есть Блудторн. Ну, я говорю, поэтому тебе надо повышать, в множестве раз не берут. Ну да, чтобы он реально ДПС прям хорошо давал, то что Блудторн в этом плане намного сильнее. То есть там разница, конечно, такая сочная в процентах в плане умножения урона, но это было бы так, если в принципе стандартный. Крит урон тоже был 145, а не прижимной. Вот так, типа стандарт 175, то теперь или невыгодно, потому что сколько получается. Типа 55% всего до крафта. За Сайвенс, за Always Creed и прочее. Короче, у меня есть подозрение такое одно, что эта игра будет длиться очень-очень долго. Вполне возможно. Опа! Смотрите, у него появилась, блядь, арморчик. Кираса. Хорошо. 2000 хп Сларк. Может он закинет уже себе хоть что-нибудь? А, диффуза обновить. Конечно, блядь. Что мне нужно, нахуй, на 61-й минуте на Сларке? Башер? Обисал? Нет, блядь, диффуза обновить. Сейчас я, нахуй, сделаю всё, ребят. Не ссыте, всё будет хорошо. Ну, я не знаю, это какой-то рофл на самом деле, просто рофл. Завтра во всех пабликах страны. Даааа. Это даааа. Так обычно и делают. Диффуза против, не колит собирают. Кстати, молодой человек тоже уже этот кентавр, ауру себе вкачал. Вот я не знаю, кстати, насчёт этой ауры. Проблема в том, то что дэмэдж идёт от силы. То есть... А он не сильный. Становится аурой и... Да нет, он-то... Ладно. От силы героя, на котором она работает. То есть ты хочешь сказать, что она даёт процент, например, от силы некрофоса, когда бьёт в некрофосу? Да. Да, да, да. Я думаю, что от этого... Я тоже думаю, что от кентавра работает. Не, если бы от кентавра, то было бы реально в порядке. А так, я не знаю. Мне кажется, одна секунда стан, она как-то перспективнее звучит. Вот у него тараска, слышишь? Не, мне кажется... Мне кажется, он просто тоже сам пока ещё думает, что это типа от силы. Хотя давайте почитаем. А, да ладно. Герой создаёт ауру, действующую на его союзников. Они отвечают на каждый удар врага уроном в процент от силы... А, от силы владельца способности. Нет, тогда это вообще топчик. Мне потому что кто-то говорил, что это их силы. Нет, так это реально в порядке. У него сколько сейчас? 190, 189 силы. И это как бы получается очень прилично. Так, слышишь? Собрали ЕВФ и прошли в этот. В завтрашний. Что Вова Боль завтра будет играть. А, ну тогда не лох, не проебал, фу. Нет. Пошёл почекал сетку, не нашёл их вроде как первоначально, а потом нашёл в другой сетке. Сашули 93 пишет, что это играть. Отвечай у него 3к ммр и так далее. Так вот. У барабана много ммр. Это в двойне странно, что он там без баши и так далее катает. Сколько 9к у него? Я думаю восьмёр с большим. Сейчас, секунду. Ладно. У него восемь с половиной? Сейчас, чекну. У него не стоит в профиле, а я не спущу. Если хочешь. Это же ультр хайл. Мне кажется, вот эти венги и 9к ммр примерно. Ай, АКБшечка, ну чего ты? Потрачено АКБшечка. С другой стороны, есть аганим. Ой. Таегис. Они стараются, они пытаются, блядь. Башбы точно пропал. Барабан, всё, видите, статы, статы крутятся. Бам-бам-бам, ауру отключил, демо же нет. Она здесь же и останется ещё раз. Вообще никуда сюда не денется. Ну если только братишку свапнуть на кулдаун по идее. А, нет, нет кулдауна. Ну то есть, а дальше чё? У неё она не мобильный герой. Да, это её проблема. Вон. Статов, статов сларку дайте. 27. Всё, надо, надо заканчивать игру с этим, с этими статами. О, о, о. Начинается. Полетал, прилетел. Ага. О, рефрешеры. Да, найс. Блин, кентавр вроде там 4400, но у него очень мало броньки. Без броньки не пойдёт. Сейчас вот его достаточно быстро поедет. Должны расковырять. Не пытаются особо. Они втроём? Сейчас будет пиздить. О, всё, сларк, хавай. Давай, давай, ауру отключил. Чё там? Четыре тысячи уберите. Барабан. Бу-ру-бун. Бум-бум-бум. Не пять айбэков подрать. О-хо-хо. Очень хорошо получилось. Супер хорошо. Надо герой совсем ждать. Огни будет. Чаще попустили. Пизда. Там у некрадеда проблема определённая. Мы ждём, да, это пизда. Это пизда. Это пизда. Ггг. Ггвп. Ггвп. Ну смотри, нормальный у этого Скорпиона. В две тысячи почти убили. Леонов две убили. Ну, Леон, ты выкупится? Клопа уже та самая. Клопа уже та самая. Сларк победил, Андрей, а ты его хайл. Тут инвокер круто всё сделал. Посмотри, у него нетворс ёбнутый. КДА тоже. Стрясающе. Ну, 27 фрагов как будто. Здорово парня. Угу. Мне инвокера возьмите, ок. Два двенадцать, два четыреста саппорты. Три девять Скорпион. То есть они рили вдвоём вирли. Получается. Делали всё полезные саппорты. Но пока досмотришь и думаешь, блядь, что за дебилы. Да. У Катлай не должно быть фрагов, на самом деле. У Леона, по идее, хороший. Хотя Леон тоже такой герой. Ему надо хекс дать нормальный, а не убивать людей. Хотел 5к захилить за всю игру. Вот молодец. Только они играли вот. И чё, всё? Катки закончились на сегодня? Да вроде... У них вроде да. Я закрыл опять всё, что можно, так что царян. Да, конечно. Скажу тебе точно. Вот Бинбойс против Силы Тьмы. Это что за... Киев Мажор как раз. Это Кэнсел играет. Слышишь? Смотрим. Да не, это понятно. Кто против него? Дифферент Гай, Нокс. Ну, мне кажется, это какие-то икс-вояи. Там секси-комбои. Нокс это же хай ММР пацанчик. Там хай ММР стак. Точно? Точно, точно. Нокса там 8 с хуем. Точно? Точно, точно. Ну, ладно. Я тебе базарю. Нормально всё будет. Ну, ладно, ладно. Да тут некоторые... Вот этот чел третий, ха-ха-ха-ха-ха, это тоже какой-нибудь опасный. Скорее всего, да. Ну, буги понятно. Кто у них ласт, я не знаю. Да, эти это понятно, что жёсткие. А против них чё там медузка какая-то заехала. Тимбер ещё. Ебать, у них пик. Тяжёлые наркотики. Виверс, Лордару, ДЦМ, Бэтрайдер. Ну, я не знаю. Ну, я тоже не знаю, если честно. Нас тринутная. Нет, слушай, у синтов вообще шляпа. Да, подожди, подожди. У них же как-то там так мерзко всё. Тимберу... Ну, а тут фивер, Свардар, ИОД. Ну, да. Это сильно? Это очень сильно. Но вначале это не очень сильно. Аверспирит может там очень нормально запотеть. Ещё что-то ха-ха-ха, это Синг-Синг. Ну, тебе кажется, он играет, да? Это про них. Жёстко. Всё, вы смотрите? Да, это те, которые Вована замашнили, да? Замашнили. Да, машнаторы вонючие. Всё, пиздам. Завтра кладутся на Вову. Воле тоже замашнят. А точно Нокс это сильный парень? Точно, точно. Ну, всё, ладно. Я надеюсь, что они выиграют тогда. Давай. Ну, только начало игры. Так, на ком Синг-Синг? Тут интересно. На этом? На Вивили. На Вивили. Это же четвёрка вивер, да? Или нет? Нет. Нет. Четвёрка. Четвёрка Сардар. О, бомбой на сигнатурочке. Пффф. Он в Батрейдере играл ещё сто лет назад. Лол. Бомбу. Алло. Здравствуй, Ола. Здарова, Митя. Я прошёл второй день. Уху-у-уу-уу... Битеря. Я рад за тебя. Я рад сказал, что ты лох. М-да... Я прошёл. Да ху-у-у. Что ты сказал? Вот Андрея тебе могу говорить, что лошёл. М-а-а. Сейчас, секундочку, ты собака, я собака пройдёт. Ты собака, я собака, ты собака, ты собака, я собака. Да, чё ты смазал, блять? слышь пошел ты нахуй ты чё базаришь вообще пес долбоёб ты пришел сюда чё мне эту хуйню говоришь это кто блять то щит да ты воняешь я пришел сюда подрочить твой член и сказать что он маленький для моих ладошек которые тоже маленькие да блять щас 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 я не умею четкий 1 0 а давайте я спать это тяжелый день второй день как бы квалификации ну вам не понять собственно да ладно вован давай давай дальше будем болеть с гамки вован давай да чё-то пришел от овнял ушел как соло в лучшие годы прям будь коменте не уверен я пас чисто нашли до собирать денег включить стрим что будут посмотреть там игру лички фановые не знаем я чё-то на самом деле не в большом восторге не в большом восторге от прошлой катки но на самом деле те кто не пройдут первые будут играть на вторых потому что смотришь на потенциальных оппонентов потенциальных оппонентов в она твои да 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 если мы будем играть следующий валут нам нужно этот нам нужен какой-то капитан который будет хотя бы немного сочный я в аналитику сложная задача мы посмотрим может хвост кого-то там возьмет ну прям аж типа ну еще и саппорт нужен помимо того что он будет капитаном да возьмите вову пгг вову пгг вову пгг вову пгг ну да так он же в европейских будет завтра в американских уже походу дело будет блин они мискликнули интересно или целенаправленно на европу хотели я уверен что типа все эти сильные команды европы прямо совсем хорошие уже напрямую получили инвайты в этот либо на мажор либо на квал закрытые и типа там возможно таких сверхсильных стаков не то что много а кто вообще на этих квалах каких статей вовольствующих в качестве и в европе играет а так можно я не знаю я то что я просто думал что если если не родные в рот я не просто сидят может и старство на хуйня как вчера он спрашивает где саппу брать будем я не знаю блин а нам нужна поддержка сочного капитана хотя бы чтобы он говорил что брать там что делать мы же посыпаем с ковитового сочного капитана тебе нужно будет убороть сочную ольгу которая его не отпустят 8 марта никуда о слышите а меня отпустят 8 марта куда-то я бы не стал связаться хотя учитывая то что я не уезжаю потом никогда возможно мне будет хорошо чисто отпуск взял так я так я не работник рухаба мне не обязательно у меня справка от врача да короче ланта дает последняя карта может быть даже не будут досматривать но я по крайне мере я смотрю на виду за да вот ну медуза вроде это не очень весело катка и запустить ну да и уже объясняют на центре только что еще ожидать что блять о д выиграет ой медуза выиграет о д они оставили один на один типа мол здорово ну ты она на этом наверх спирите приду помогу че какие проблемы и как бы ни разу не пришел еще она там крипов нюхает только исключительно даже в самом лучшем случае если медуза стоит на своем хайграунде и пытается кидать змеек через крипов чтобы хоть как-то продамажить о д он блять просто себя прячет так поебать вообще ему на медузу он просто две тычки дает у него 17 9 медузы как бы крипов убита меньше чем с динайна у д есть проблема но пришел земель смотри но подсрачник отогнал трудно процент такой они шляпу набрали конечно может все это потом как то и работает пока я не знаю на этом медузе от него дадут ну типа да у них урон снижается от андерлорда андерлордскими грифсами все идут что-то кастуют бам бам их не убить не вообще по-хорошему всегда было так что это работает тогда если ты медузу бафаешь тогда это работает как минимум магнус ой-ой-ой это подача с ддшечкой от смки вылетела ё-ой-ой-ой но продолжает наваливать но она жестко очень наваливает бам 70 как будто тавр просто под этим под бэкдор протекции под бэкдор протекции не говорят там катают еще скандал пани плова л-кью называется команда как? л-кью 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 что они ебдурят? бам там по-моему за малым хватило бадарвара по идее был то есть да если если такая ситуация в игре по моему то что у тебя на легкой линии стоит трипла который обсасывает тимбера и он при этом еще дохнет там и не стоит на полнейшем фрифарме то это как-то хрена снова наверное сейчас ты можешь включить игру главы там фаник главу может могу сейчас я гляну тут не очень интересно хотя вы за медуза как бы игра не пошла медуза это медуза да не ну ты чего ну перестань медуза нормальная нормальная челочка что ты начинаешь это же медуза она очень сильна в уйтие да и не в уйтие на самом деле она тоже неплоха у нее стоит стон гейс у нее змейка есть спасибо за подписка за переподписка насчет второй попытки наверно да наверно да но как обычно не факт еще кстати спасибо круто пупсику дону кадзе гэфанатик гэфанатик гарич миха вне закона фотош дота кьюзейс экспанда мокрые труськи дреда и богатырь из гиены спасибо за подписки да чё я здесь чё ты грил санта у тебя есть друзья фаник глава нету мы не дружим с ними нету ну это и и а и и и и Вивер первым айфом делает диппоза. Ой-ой-ой, там за малым. Сейчас бы Слордар отлетел от такой богатырской тычки. Оп. Все, он отлетел. Плюс два. Плюс два. Пинус два. Кстати, Слордару это неприятно. Реально неприятно. Сейчас вроде все в целом нормально. Может ману взять? Ну я не знаю, ману брать, это же так плохо. О, заехал Нокс. Не туда, куда надо. Он точно 8к бог? А, не, ну они вроде нормально попадают. Только вот это что было, я не совсем понял. Перехват манга. Налетую в зубы. Да-да-да-да-да. Он подкинул манга вперед, полетел и ртом поймал. Ха-ха-ха. Говорят, что ЛК уже доиграли, но кто выиграл, не знают. У меня в целом норм. То, что я тоже не знаю, кто там выиграл. Дуза-то догоняет. Потихоньку. Он сейчас один в центре костел, нормально покидал, так что вот, в общем, ману кончилась. Блин. Я сейчас шутку сказал, но выключенный микрофон. Очень неприятно получилось. Вот. Повторять не очень, да? Ну, как бы, уже не с тем энтузиазмом получится сделать. У меня частенько такого бывало, то, что я сначала что-то говорю, какой-нибудь рофл, выключенный микрофон. Потом пытаюсь повторить это с включенным, но все не то уже, все не так. Так, вивер. Блин, ну вот эти вот виверы, вот эти вот все виверы, это, конечно, жестко. Такой бам, напал, отховал, хлоп, жучки, паучки. Все. Был бы это не андерлорд? Было бы проблема, героя. Смотри, смотри, он жука хочет добить, добил. Так все четко, там, блин, 30 голды насыпает. Хорошие бабки. Трех опыта. А что сегодня за день недели вообще? Понедельник. Тяжелый день. Ну, начался вторник. Жестко, понедельник. Это мы вчера закончили, и мне... Час 30. Че? 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 Вчера с тобой закончили, мне мой провайдер 8 утра звонил. Узнать, а хорошо ли все работает. Я их не очень хорошо понял. Ну да. Че, че, круто собирает. Куда делай? Ой-ой-ой-ой-ой. Комбины мутятся. Почему ты отменил эту магию? Какое? Все равно сдох, атака. Хорошая, хорошая атака. Бинт. Ну, че-то я так... Я так подозреваю, что они тут просто в полное мясо отлетят. Дозрение. Ну, у меня ставка, если честно, была на тимбера, но он посасывает. Ничего не делает, к сожалению. У меня тоже было. Не, нам не хватило какого-нибудь огромного тимбера. Они бы его... Ни хрена бы не могли бы убивать большого тимбера там с шивами, с блудстонами и так далее. Я думаю, у них возникли бы проблемы определенные. Там надо было худ сделать, потом блудстон делать. Мне магия ебашина. Волшебники. А я вот сделал... А нет, подожди, я сделал худ. Да, я сделал худ. Так, Андрей, к тебе такой вопрос возник, смотри. У тебя не очень часто апгрейдится канал, но ты вроде совладал с тем, чтобы сделать новые иконки для сабов. Бам. Ну, не я, на самом деле. Ну, не судьи. То есть ты этим запарился, ты как минимум подожимал где-то что-то. Да, да. И вот с сегодняшнего дня вроде как добавили новую функцию, что еще чиры теперь можешь подключить, ну, если ты этого раньше не сделал, и кастомизовать их. Можешь сделать свои чиры. Будешь ли ты делать себе на стим что-то какие-то анимированные смайлики интересные? Ну да, конечно. Отлично. А это хорошо, это важно. Да, я сам думаю, надо сделать. Я тоже ленивый. Хотел узнать все рецепты Андрей, как он борется с тем, чтобы нажать пару клавиш. Да, с трудом, Митя, эта война продолжает достаточно долго. Так, цемочка, ой, цемочка, ебуря. Ну, конечно, здесь нов мало попало, кто-нибудь уже много. Семеру, вы говорите? Пришла восьмере. Герои просто сложно. Да, да, да. Попасть в дерево тяжело. Нормально, вода взрывает с Сайвенсера. Вот эти вот ТПшечки. Ага, ага, ага. Сейчас я помогу тебе на Ундерлорде своем. Сейчас. Сколько перифарм? Тысяч 20? Не, трех. Склайн. Это по экспо. А по этой все 2000? Да не, нормально. Дузы не из такого говна выкарабкивалась, слышишь? Но это не в эти годы. Если что-то поет не так, делай шапиру. Выиграешь файт, ломаешь сторону. Что ты, блядь, терганный такой? Так, один момент. Моментик. Короче, ладно. Будем в World of Warcraft играть. Да ладно. Ну вот я прямо сейчас буду делать. Я играю на Ундерлорде. А ТВ было до хрень? Да. Нормально. Ты похож на чем-то. На Вов? Вот именно Ундерлорд. Вот это вот зеленая хуйня. Да, да, да. И он поэт. Крипчики бегут. И жучок ползет. И жучок ползет. Так, хорошо. Так, бежит с воидом пацанчик с деревьями. Хорошо. Как это он трусливый, он постоянно в деревьях прячется. Это же пленкомщик, кто-то сдохнет. Может быть это будет Ундерлорд. Нет, Ундерлорд льва же, что самая лучшая герой в доте. Ну, мне нравится. Вот это... Не передраться-то. И жучок. взял вот это вот ну это короче warcraft просто героев выбираешь да и озвучиваешь не просто наслаждаюсь игрой сейчас как не наслаждался никогда раньше так совухи там отдыхают что-то я уверен что уже такая херня виртуальной реальности где-нибудь есть dota в эре так хорошо к поставил клеточку дурака шоу 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 и все опять здесь еще что реклама сейчас себе тоже нажал после этого я в пизду мне что-то спать захотелось после такого просмотра но с другой стороны я смотрел на игру и это как бы было совершенно не dota это было dota глазами героев из dota как-то так себе им как будто дота приснилось один из героев ну да трусливый герой который постоянно в елках находится может warcraft да ну его да не я что-то уже не хочу в такие как ок какой-то есть может выигрышку залупить не я уже точно не 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 я потом на утра я потом готов только напоя ну че ты будешь стрим вырубать когда я буду вырубать не я не буду спой стримить это сто процентов почему потому что очень много возмущающихся людей мне спокойствие нужно что поэтому поиграть прям-то хорошенечко хорошенечко на стриме это немножко другое дело там как бы постоянно ты думаешь о том что надо движуху сейчас что-то как-то по это самое сделать чтобы не так скучно там казалось потому что это для стрима это очень скучно играть там гринделка это непонятно мне кажется большинство людей которые смотрят поя это люди которые сами играют в поя не играют просто на фончике запустить запустил стрим и поехали вот а учитывая то что людей на стриме я думаю таких немного в итоге там в чат превратится мол в этот в резидент слипер смайлики и так далее это это вообще как-то не очень я не хочу это испытывать блять ты реально каменный человек где ты был все это время что это за смайлик а почему они обзываются в доте я понял чё Андрей не смейся ладно извини мне стало неловко ты доволен? извини а игра то продолжается эта игра еще более сочная чем прошлое ребята к слову да беда узко блять инда хаос не заметила за найт не а в смысле щас щас не так щас нормально еще первое она в деревьях не прячется у меня она прячется но у нее собачка есть эти по ней вместе бегают там трава по одной я не играю тип за свет то есть у них леса получше кстати ванквиш отличная шутка в этом сообщении все он все в колготках почему то у меня не отображается типа его верхняя часть только колготки это реально круто смотреть ооо ой медузка 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 моя кстати еще одна большая проблема то что ну во первых вот это вот одна большая проблема медузы а кроме того ай жжется жжется еще одна проблема да вот а еще одна проблема то что предположим гипотетически они доживают до лейта у них там очень плотная драка и так далее и так подобное то в этой ситуации все равно очень тяжело будет хотя бы потому что этот alt world devourer будет сжигать просто ману всю медузе нахер хотя с другой стороны медуза будет кидать змейку свою которая будет пролетать угощаться маной у героев с которыми рядом пролетает и в принципе у того же ОД будет много воровать очень дуза контрит ОД и ОД контрит Дузу друг друга контрят ну да под контрит смотри наверху просто бам-бам-бам здрасте я с лордар баланс вызывали все спать почему так модно летят убивать именно так вот смотри ну что ты селишь то есть забираешь себе деньги 100 процентов не надо ничем выдумывать поэтому все это 2 2 дропа выбил на самом деле за 2 минуты дропа до этого сегодня убивание один сэнсер выжил не но это же а ну да а там если бы он вот так не спрятал его просто руками ну да а вот теперь все подышки не буду ставить пока он дипа этот выползет оттуда все съебали я думал там он так умирал не 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 даст они могли вас и побить еще но не побили я смотрю на этого тимбера ну и туда да он такой очень ну узконаправленный герой что ли ну такой да узконаправленный ладно короче все нормально если он встречается нормальная команда бы наверное ливнула бы уже поэтому я вот пожалуй ну это же какие-нибудь квалы к мейджу да она не команда бы играла до конца о лёха шпилит на на растике нормально так глазами игрока ну сейчас как обычно будет там отвлекаться чуть видеть как то вот это вот все о кстати он прокачал шаг лифт 3 хмм шаг лифт 3 они безусловно молнию не качает хекс в 2 лёха ну что это такое чем же стилит то хотя вот если посмотреть по демиджу то эта штука не так много дает а дизейблы типа дизейблы они в итоге больше дадут если братишечка какой-то тиммейт подобьет так что это можно понять внимание вот они кстати дизейблы хлоп так держит держит говорит помогите 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 вот между прочим дизейблы парни дизейблы дизейблы дизейбл чё то я реально с этими квалами уморился сегодня ну отличная попытка сэнкинг но извините отбирает много сил вот этот вот пот потный пот вот-вот оно он бежит на базу правильно подпевает еще и выиграет а чё там есть ну скажи если они хоть один замес перевернут можно будет альтамнуться нет пока нет 21 на 4 перевес 20 с хером тысяч сейчас я не буду драку выиграть но если я вернусь драку на этот момент случится все-все-все совсем по-другому будет идти глубоко будет эндерлорд так что все нормально что-то я не верю сори два хорстафа повезли да наверное слишком больно выкупился канцелл богоподобен минус зимеля минус сайлансер и все конец это бит и так далее то есть там одна ошибка андролом минус еще жива смотри удовлетворить может и врет просто ему в них они четыре нет и все со стилем сдох по-моему там ты села он не убил я ее а ну а ну а Блин, ну а Алексей реально что-то не фермет в паблике. Старается, потеет. Может, в КС пойдем или это еще нет? Я уже не хочу что-то играть. Мне нужен перерыв, как минимум. Ну окей. Ну давай тогда. Удачного отдыха. Я пойду что-нибудь поделаю. Спасибо большое. Да, давайте парнем. Пока-пока. Давайте, ребят, счастливо. Я тоже, пожалуй, выйду. После того, как я попрощался, надо выйти, наверное, все-таки. Ну ладно, досмотреть мы не будем это дело. Потому что интересного мало в этом я вижу, честно говоря. Матчмейкинг смотреть, что-то такое себе. Ладно, дорогие друзья, по этому поводу будем сегодня заканчивать. Видимся с вами, вероятно, в следующий раз. Следующие квалы, наверное, я буду стримить. Ну а пока все. Всем КБУ. Всем спасибо большое, что смотрели. Напоследок, как обычно, трех минут на рекламную паузу. Спасибо нашим последним подписчикам. Трелестник, 31 месяц. Паха, 27 месяцев. Круто, пупсик. Донукудзе. Донукадзе. Донукадзе. Да. Спасибо вам большое, ребят. Все. Всем пока. Всем спасибо. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.